итак мы продолжаем блин ребят вспомнил две анимки этого сезона которые мне мега зашли адский рай само собой здесь без комментариев без вопросов я думаю те кто смотрели они остались им довольны и а вот вторая анимка я не помню как называется нам короче про апокалипсис вот и типа про сестренку гонщицу как бы так без спойлеров ну и все в принципе я думаю те кто смотрели те поняли что это за ним к а я не помню ее название вот не адский рай он мега хорош он прям хорош хорош но я бы его наверное в один уровнем на одном уровне с клинком поставил хотя меня заклюют наверное но это мои вкусы добро пожаловать в ремесла кары заходите не стесняйтесь великая стена да алекс да да вот она там еще монстры похожи на монстровые за игры банда боже я все забыл неп спасибо большое спасибо кстати и купим ей шаву сегодня угостим спасибо спасибо да великая небесная стена и там монстры еще похоже по дизайну на монстровые scarlet nexus вот чем меня это изначально триггернула что лучше ханкайри геншин это несравнимые игры если ты хочешь почилить по исследовать мир для тебя лучше геншин если ты хочешь просто взять в руки геймпады и понажимать кнопки и весело там испытать приступы перепсии но по нарезать пошинковать врагов то ханкай то есть под настроение да ладно я даже сам сегодня в ханкай обычный зашел и выбил нового перса нового чуть-то какие милые боже я увидел аронар меня передернуло боже я я вспоминаю просто эти стримы на которых я именно аронар произносил постоянные этих квест и с великая ворона шла нара через шла нара через видит обнар в реке аронара у боже это наш последний хит разные фигурки аронар да сюжет норм и про сюжет никто не спорит я про текст а я про слова которые встречаются в тексте сюжет ок мы там вопросов нету мелкие гоблины о да именно мелкие гоблины это эти гремлины в облик взят из сказок об аронарах которые рассказывают друг другу дети поэтому маленькие покупатели просто обожают наши фигурки да нету 28 не закончил квест еще поэтому меня и передергивает придется рано или поздно уважаемая гостья приехала из надума резной аронара будет прекрасным сувениром для родных и близких нет да я знаю баронара вы ведь и рассказывали о них пока мы ехали на корабля не думала что они такие милые конечно дети их любят и еще бы подождите у меня вопрос а на кораблях ездят или все же плавают я что-то услышал этот оборот и речи типа пока мы ехали на корабле и я такой стоп стоп а ездят ли на кораблях кто-то без имени привет да емочка ездят ли на кораблях такие симпатичные просто прелесть дайте я их рассмотрю ну нет все таки плавают же и ходят да и летают ну то есть какой корабль но наверное не ездят все же йома не трогай они прекрасные пока ты не трогаешь их квест поймать знала что йоме они понравятся но вряд ли она сможет увидеть настоящих аронар до чужаков они боятся особенно таких да прости йомея но мы должны держать слова данные аронаром правда пойман уверена что йомея не стала бы возражать ее мир им без этого полон на разных воображаемых существ ну да которая фейерверк потом наверное не я выберу вот эту эту и еще те две которые смотрела последними она на полном серьезе решила скупить всех аронаров а ты что решил купить все эти фигурки да на сайте и остальные ребята будут в восторге или игру кира нары могут стать призами за победу в поединках с бандой аратаки ой да признаете ребят признаете это типичные все вы и типичный я когда мы зашли в аниме магазин наносик привет вот 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 мы заходим в аниме магазин виден там фигурки и вот да такая же реакция насколько круток на стандарте откручено в х сыре вот на стандарте мало откручено мне химик упала недавно и будет здорово поставить их в ряд на окно только представь ты просыпаешься и сразу видишь прицепу этих милых малышей а потом вспоминаешь их квест и все день испорчен хорошее настроение на весь день обеспечено нет тогда позволи мне купить тебе несколько фигурок чтобы у тебя каждый день было отличное настроение хорошо спасибо тогда выбирай какая фигуру к тебе нравится ну вон то это же она да это пойму почему то кажется что она похожа на имею еще она похожа на эмбер и она похожа на эмбер правда теперь им не так кажется нет столько мест в квартире дака как бы то я не знаю я бы заставился весь просто до потолка привет на рапайман меня зовут ара имия когда я услышал ара вот это меня аж передернула реймия ну хотели отдохнуть от коста аранар держите вам ара нары в квесте ими и штант фонтейном парит сервисе дакана на тем ты его там парита наш ездит потихоньку ткани разгад так они разговаривают на то я плохо запомнила именно так йома именно так именно так они разговаривают ухты здорово у тебя получилось вот эта память ты запомнила все что мы тебе рассказывали о баронарах пока ехали на корабле наверное все же плыли у меня только одна фигурка и эта фигурка этого тубе они стоп нет не тубе тубе у меня акриловая фигурка у меня фигурка рэм в костюме красной шапочки это мега забавная штука на самом деле она классная да 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 акриловая тубе и рэм красная шапочка он просто мне было очень интересно я такое хорошо запоминаю да заверните пожалуйста и фигурки для армии конечно спасибо за покупку интересно у вас подобралась компания желаю отлично провести время в сумеру аха ну вот по тормоз мы посетили пора отправляться в сумеру хорошо тогда в путь до первые жертвы рулетки она же стала намного более злой ну прям она стала настоящий по сути макс привет рандом тоже привет она стала прям настоящий настоящий теперь рулетка то ну погнали а там да там как 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 бы гильдии искателей приключений еще и так подождите стойте стойте все это фигня не озвучил не аниме ними меня бы на это не хватило так подождите 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 все то лен а уж как найти то блин ёмочка зая моя хорошая а а ты на все она на всех короче хомячится ну да ладно но мы будем считать что йомы мы вкусной шаурмой все же угостили нулевой эдем второй сезон такой если бы я первый смотрел кстати о нулевом эдеме я тоже что-то слышал где-то края муха когда-то ухо да здесь еще больше людей чем на рынке в порт ормосе это улица сокровищ дальше будет академия а в глубине этого дерева большой базар и академия и базар весьма необычные места я сейчас видела как сюда спустилась целая толпа людей в одинаковой одежде это что форма академии так вот мне хватает сюжета в двух сюжетных играх так что тут уж да да и ученые из разных даршана вносят головные уборы с разными узорами например нам с тобой нужно будет обратиться кто кому-то из даршана ртовахист они знают о звездах все на фонтейна могут сбросить шип так как они так как она хорошо развилась так а мы же выяснили что каэнриях уничтожили не потому что они хорошо развились нам же вот последний квест который я проходил последний обновы там же прям ярко дали понять квест в котором был хей там там же прям русским по белому нам сказали что уничтоженные не были отнюдь не из-за того что они там были какими-то технологически развитыми и все такое их уничтожили за то что они начали использовать силу бездны сестренка наша любимая она такая давайте-ка мы прибегнем к помощи бездны и начнем качать из нее энергию и использовать все это дело за это их собственно и жахнули не из-за того что они там строили культиваторы которые были боевыми машинами нам же об этом прям прям очень и очень четко сказали не в развитии здесь дело в том каким путем это развитие достигается боник получается если я хочу попасть в академию мне обязательно нужно нарядиться в такую форму не нере я знаю что там намного все сложнее но это очень упрощенно типа но убахнули их не не потому что они видите развились очень хорошо они там тоже косяков натворили кажется такого правила нет вроде бы моем тебя отчет тревожит ну это я просто беспокоюсь что в таком наряде буду привлекать слишком много внимания ракурс был хороший этот ракурс тоже хороший короче все хорошо ну вот ты стесняешься пойму не ожидала а боже я же как-то проводил исследование расследование ее бинтовые мы там выяснили что-то давненько было с полгодика назад но я все помню да не менее не в этом дело просто представь себя на месте студента в академии вот вы учитесь стараетесь изо всех сил а к вам приходит полуголая девушка в бинтах которые в определенных местах еще и спадают ну камон и как после этого думать о учебе согласен и тут к вам заявляется чужая странка в непонятном наряде да еще и глазит по сторонам ходит туда-сюда не наряду мы отобряем к наряду ем и как раз таки вопросов вообще ноль а пойман понимает что ты хочешь сказать да это может отвлекать от учебы ой может я не хочу слишком много беспокоиться о том что подумают другие люди на все равно до каких только студенток нам парах не бывает ну да но у них то форма есть специальная а так то да у нас да 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 и не только студенток может я пока просто прогуляюсь по городу я как раз хотела посмотреть на театр зубаира о котором вы рассказывали в академию зайду он когда подащу себе подходящий наряд не трогай наряд он хороший хорошо но пойману все равно кажется что зря ты так беспокоишься о наряде согласен насть привет playmax тоже привет а мы найдем тебе отличного портного милу наверняка кого-нибудь порекомендует да зачем-то не трогайте боже отличный наряд здорово вот бы еще попасть на ее выступление мы тогда я посмотрю города вы расспросите пожалуйста ученых метеоритом дождя чаще щамы винты начнем исследовать хорошо мы скоро вернемся или нет так подождите стопы а так вот она и стоит короче я не помню где но мы нашли мы обнаружили что там есть определенная проблема с ее одеждой там бинты до свалились самую малость капелюшечку прям чуточку чуточку я не знаю я это большой проблемой не считаю ой как дела да тут как как сказать-то они такие порой бывают паршивые через месяц возможно все будет хорошо надеюсь очень надеюсь да моя любимая лестница моя любимая а еще же у нас остались ой боже все вот эти квесты я даже не уверен закрыл а я скорее не то что не у не не уверен я скорее уверен что я еще в надзумине все квесты закрыл мировые не нам брен я сегодня в лон скачал ханкай обновил ханкай покрутил баннер мы сказали умея что на ее вопрос ответит и любой ученый артовахиста но пойман не может вспомнить никого подходящего так наверное у лайлы сейчас непростые времена но я была его наверное позвал а скорее всего это мог бы помочь на пойман не хочет обращаться к льхе там ну да может просто спросим кого-нибудь наугад вдруг нам повезет и мы встретим ученого из артовахиста вижу вы о чем-то крепко задумались почему бы не обратиться за помощью к другу который всегда готов который всегда говорит вам все что знает а у мое почтение нахи . сколько же мы ее не видели нахида ты что здесь делаешь но ты как раз кстати очень кстати а я шла на встречу с учеными но тут увидела ваши озабоченные лица и решила предложить свою помощь джой баке аж всех вижу алло похоже я появилась вовремя нахида всегда вовремя да пойман все расскажет одна наша подруга приехала в сумеру ну насти деда ты жил ждешь очень-очень не зря деда ждать очень стоит особенно если его у тебя нет дед это прям моё моё почтение ну а тортик он на самом деле такое себе прям прям такое себе прям очень такое себе но он не совсем удобен а вот дед дадить дед прям моё почтение и это не потому что я тоже деда я пытаюсь защитить других дедов он он просто классный даже нахидачка ничё-то призадумалась судя по твоему лицу следующий метеоритный дождь случится не скоро и нахида щас такая такая может устроим его божий ребят ребят господа о чем я говорил в конце прошлого кусочка стрима на по технической части помните я сравнивал вот геншин и то что нам показали в новом трейлере игры по сау здесь мы хотя бы на отполированном полу увидим какие-то отражения все такое более там даже этого всего нет там все настолько картонно это мобильная игра алло м нет мой ответ и еще больше вас разочарует честно скажешь что меня метеоритных дождей нет а самый первый ивента в геншине он был связан с метеоритным дождем это было в 1.1 по моему то это была версия 1.1 когда мы с фишель там метеориты чет падали люди засыпали наверное вы уже слышали что звезды на небе это его это связаны с человеческими судьбами да нахида слышали а еще мы слышали о том что небо не настоящее да много раз если звезды предсказывают вашу судьбу значит ли это что все повороты судьбы предопределенную заранее ну да но если бы это было бы так то ученые этого хиста достигли бы своей главной цели согласно последним исследованиям даршана не теоритный дождь астрономическое явление возникающие из-за помех которые создают друг другу запутанные людские судьбы и тут я думал что она скажет что это маленькие камушки попадают в атмосферу земли и сгорают тут она оказывается вон и чего это астрономическое явление которое возникает из-за помех которые создают друг другу запутанные людские судьба ага тут ту я я знаю что я торта хотел выбить но я не думал что там все кажется не совсем так как я думал появление таких дождей почти невозможно предугадать некоторые ученые пытались их предсказывать но их попытки не увенчались успехом легенды гласят что метеоритные дожди приходят в определенное время и несут благословение тем кому удавилось их наблюдать но в реальности дело обстоит иначе то есть мы не сможем увидеть метеоритный дождь так получается вот это и мы к этому еще не пришли не керар и к сожалению нить мне очень жаль что пришлось вас разочаровывать если мы расскажем все имеем она ужасно расстроиться да уж она была такой радостной и как быть неужели мы ничего не можем сделать не имея очень искренне она всегда стоит на страже детских фантазий можно вспомнить как наговорилась детьми великом мудине кая и и теперь когда у юмии появилась мечта нам придется ее разочаровать чего с вами по-моему эта новость расстроила вас даже больше чем я предполагала пойман просто кажется что это не честно по отношению к юмии добрые люди должны быть и вознаграждены а мы можем устроить сами метеоритный дождь да ясно из вашего рассказа я поняла что она очень добрая и заботливая девушка иначе я ее не мейнил бы может стоит взять на вооружение с нее методы и сохранить фантазии ими с помощью небольшой лжи во благо мегата да ёва да блин какую мне пустыню проходить мне еще ранар проходить вы перепрыгиваете по моему через голову у меня там еще ранары висят но как сочиним для нее историю метеоритном дожде вы отправитесь и вместе с юмии в приключения выполните несколько заданий а в награду получите метеоритный дождь м как правда настоящий метеоритный дождь я вызвать не смогу но если вы согласны увидеть его во сне другое дело она же да она же может проникать и объеме приснится метеоритный дождь она же может да а нахида это было бы просто здорово ага спасибо по сравнению с тем что вы сделали для меня это просто пара пустяков вы можете использовать метеоритный дождь как предлог чтобы показать ими и сумеру а когда будете готовы подайте мне сигнал с помощью вот этой штуки а кнопочка вызова нахиды серьезно серьезно а это листок вызова нахиды я заранее расскажу обо всем аранаром они будут рады вам помочь наверное наверное этот сон будет вроде того что мы увидели в лесу овидия когда встретили хайпасию когда хайпасию мы встретили там забейте это было так неожиданно и сон оказался совсем настоящим оказался казался совсем настоящим да мы не сразу поняли что это сон когда метеоритный дождь закончится и вы проснетесь скорее всего ими поймет что случилось если тогда рассказать ей правду она будет не так сильно разочарована да это прекрасная замена настоящему метеоритному дождем спасибо нахида да не за что я очень рада что могу вам помочь блин не говори сегодня казахи сегодня было самое большое предательство наверное с его стороны я пытался выбить его ц3 но но до встречи с йоми и вам нужно придумать историю которую вы ей расскажете иначе она обо всем догадается придумывать истории точно и обсудим все по дороге по дороге придумать целую историю ну по сути сказку значит сейчас нам нужно убедить ее не что метеоритный дождь на самом деле существует и сделать это так чтобы она нам поверила так нере я сейчас тоже дитё гаранта здрасте да вы же не забывайте что в последний год наверное меня все баннеры скамят все да нужно что-то про испытания и заслуженную награду если бы пойман захотелось посмотреть на метеоритный дождь пойман первым делом подумала бы о том в какое время его можно увидеть и где будет лучшая точка для наблюдения точно мы не скажем что нам нужно выяснить ответы на эти вопросы на самом деле будет воде будем водить юмию по разному уголкам сумеру и есть вкусности согласен да не ну c2 казах это была случайность я кстати не планировал если что с казахом у меня получилось как съема и когда я не хотел выбивать она такая ну давай пойдем но легко сказать надо так надо все так обставить чтобы условия нашей легенды не были слишком строгими но и не слишком простыми иначе имея нас раскосят ними кота я не играл тогда у меня возможности не было поэтому я остался без волка я сейчас пытаюсь лочь выбить он конечно как бы мышь но во первых баннере деса 2 классная ну и сам лочи геймплей на очень даже неплохо кстати по поводу персонажей то там же генерал был там же был генерал и кто-то кто у меня есть в друзьях выбил этого генерала и я сегодня фармил данжики и взял вот этого генерала кого-то у кого-то точнее его отжал какой же он классный просто позитивный чел я-то пытался его выбить но безуспешно но генерал он прям прям позитивный но я бы не отказался нужно придумать такую историю чтобы она была трогательной и неповторимой как настоящая сказка да не это будет не просто все это напомнило мне о царстве и в тюме у вас а когда не обозорили звезды человеческих желаний это же когда с райден там все дела до а понятненько а точно не люди часто говорят что желание надо загадывать на падающую звезду не работает проверен до миллион раз а если сочинить историю вокруг исполнения желаний ну метеоритной дождь и можно вызвать загадав желание подождите мы видим падающую звезду загадываем желание чтобы падала много звезд ну ладно да отличная идея значит нужно придумать какое-то правильное место чтобы догадать заветное желание иначе метеоритные дожди лить бы один за другим потом это я тоже много чего загадывал не вру вру один раз счет сбылось но это оказалось таким себе поэтому ок больше я этим лайфхаком не пользуюсь так и это место нужно искать с помощью специального прибора да и мы будем вроде как искать нужное место или мастерить прибор а на самом деле гулять по суммеру и есть разную вкусноту а вкусноту само собой ага отличная история прибора может быть любым место тоже самое главное чтобы мы оказались там вечером и ими я могла заснуть согласен пойман ты стала такой умный гиб да вот не знаю где-то видимо есть дело не в уме пойман просто понимает тебя лучше всех на это ведь ты все придумал на пойман отлично умеет читать твои мысли и это наверное самое страшное ладно нам пройти наверное ими я нас уже заждалась так ребята на сегодня наверное мы будем заканчивать это был первый притирочный тестовый стрим после до больше месяца меня не было вот мы потестили все работает все работает хорошо но у меня уже голос садится потихоньку его нужно потихоньку постепенно постепенно наращивать длину стримов сразу просто но сожалению так и сработает в общем ребят на сегодня мы будем потихоньку заканчивать уже да пора бы и я надеюсь что встретимся мы завтра на стриме по хср там сюжет кубы да пройти вот какой куда там хср 1.1 я ни разу еще да прям я тот тот сюжет еще 1 0 не до прошел а там еще что-то в один один появилась туда сюжет персонажей квест персонажей так что вот а на этом ребят все спасибо большое за просмотр и пока и хватит в чате рулетится то в конце стрима вы чё все ребята давайте удачки и и и